Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас в клубе «Оргонческой земледелии». Я Фролух Юрий Андреевич. В моем хозяйстве, в моем зимнем саду, его южной, юго-восточной, южной его части. Посмотрите, здесь у нас сидят перцы уже в высоких грядках. Значит, здесь стоит рассада огурцов, которые пойдут в летние теплицы. Ну, а, и сейчас еще рано сажать, потому что на улице заморозки минус 2 ночи, 3 мая сегодня, и они будут посажены позже, когда будет возможность, когда почва не будет опускаться на почву температуры ниже плюс 8. А пока они прекрасно себя здесь чувствуют, поливаются два раза в день, потому что температура поднимается до 40 и выше днем. Сейчас у нас уже за 20 градусов. Ночью тут было плюс 12-13, до плюс 14, хотя на улице плюс 2. Но мы не топим, такая технология. Значит, применяется. У нас разные-разные сорта огурцов. Ну, и не только. Тут еще есть и перчики небольшие. А по сторонам, видите, фольгированная такая стена. Это у нас такой термофол. Шагреневая поверхность фольгированная, отражает солнечные лучи. Тем самым свет идет с обратной стороны. Это дополнительные световые ловушки, так называемые. И посмотрите, какие прекрасные у нас здесь двухлетние мыльные орехи. Это мыльные орехи. Ну, и гингобелобы, конечно, тоже. Я уж извиняюсь, трактор работает на улице, делает новые грядки, чернозем возит, ну, сопропиль с нашего, скажем, озерной части. Так, хозяйство. Вот это уже двухлетние, третий год пошел им третий, вот такие прекрасные гингобелобы. Ну, и все, что вы видите, значит, это все посажено было буквально две недели назад. Это вот эти перчики. Всего их в теплице. Перчиков, томатов у нас более 500 штук сидит. Теплица зимний сад большой. Вот, сейчас солнышко, видите, взошло, и эти перцы, так сказать, листики подняли. Еще час назад они немного были приближены, как ищены вниз, потому что, разумеется, температура низкая, солнца нет, экономия тепла. Но под соломой почва. Это аккумулятор. Большие аккумуляторы. В нем прогревается почва. Ну, и плавно отдают ночью температуру окружающей среде, поэтому и воздух выше, в том числе, температура, да? Вот. И уже пропитавшись теплом за световой день, плавно, как аккумулятор, тепло остается в почве и, соответственно, накапливается. И каждый день теперь будет вся температура по мере того, как на улице выше будут температуры. И здесь температура почвы будет постоянно, значит, увеличиваться. Но, когда летний пик достигнет максимума и будет жара, здесь за 50 мы будем уже проветривать зимний сад. И когда на улице уже будет 25-30, а здесь, если бы не проветривали, мы бы и 70, но это уже недопустимо для растений, то солома защищает от перегрева, от высыхания почвы, и защищает корневую стену именно от вот этих вот высоких пагубных температур, при которых уже усвоение влаги не может быть возможно. А таким хитрым способом мы еще один бонус себе, так сказать, добавляем. Мы теперь имеем возможность увеличивать в теплице температуру выше 40 градусов до 50. И все прекрасно растет, развивается, плодоносит более чем прекрасно, в разы быстрее. А почему мы так добились? Какие несколько методов применяются, при которых мы такую высокую температуру можем все-таки в теплице оставлять, да? И какие преимущества? Почему? Значит, при более высоких температурах тепл просто усиливается не только из-за самой температуры, что обменные процессы увеличиваются, мол, таскать, анализатор температуры любых биохимических реакций, что верно. Но не только в этом. Тут еще с газами надо смотреть и другие хитрые вещи, о которых я рассказываю на своих занятиях, семинарах практически, которые я провожу два раза в год у меня в хозяйстве. Вот в ЖЭС, в районе Тверской области, вот здесь в хозяйстве. И, к тому же, можно посмотреть на моих видеолекциях. Семинары мы записываем, и видеолекции вашему вниманию. Всего хорошего, до новых встреч, до новых, так сказать, видеорепортажей. С уважением. Фролов Юрий Андреевич.